привет сегодня последний день сегодня пятница и эта неделя была очень тяжелой потому что последние несколько дней наш класс борется такой чумой как буллинг ну как наш класс соответственно я и некоторые из родителей я знаю что мои дети смотрят мой канал и смотрят каждое мое видео и дети я надеюсь что до вас правда дойдет и дошло и сегодняшняя беседа все-таки не прошла даром утренние и вы правда поймете что вы делали кое-что чуть чуть неправильно я не буду вдаваться в подробности но скажу одно что мои всегдашние всегдашние завсегдаты фразы о том что знаете дети жестокие это абсолютная правда вчера это произошло не в школе это произошло не в школе это произошло за пределами школы вот опять таки же я не буду вдаваться в подробности просто расскажу о бич и общество как буллинг мы на стриме всегда поднимаем эту тему мне кажется нет в мире ни одного человека который так или иначе не подвергался буллингу просто в наше время это называли немножко по-другому другим словом на букву ч это был не буллинг вот но это ужасно и дети очень жестокие но вот в чем подковырка вот в чем подковырка в том что как раз таки и мы воспитываем в них вот что хорошо что плохо но мы почему-то наивно полагаем что это все понимаете за один раз и мне уже так устал язык у меня уже так устали мои нервные клетки именно из-за того что они не могут понять что это плохо моя любимая фраза это а чё он а чё они а почему а зачем а к чему и так далее начинаются вопросы на вопрос а чё я должен стоять а чё и это меня учили давать сдачу а мне уже надоело что они надо мной смеются ну там перепалка произошла одна опять таки же не буду вдаваться в подробности и мы сегодня утром вот как бы это при том что вообще рассказывать это не хотели то есть я не буду сейчас озвучивать ничего но то есть я об этом узнать не должна по идее было а они между собой сами мне рассказали ну то есть одно там клубоза за ниточку потяни клубочек распустится и я причем утром они что-то обсуждали а быть умным это вовремя прикинуться дураком и они утром обсуждали что-то и я говорю что у вас там случилось как у вас дела что к чему почему и да ничего нормально я говорю точно от меня ничего не скрывается точно ничего не случилось но это же дети конечно случилось и понеслась и все утром мы проводили воспитательные беседы по поводу того что произошло и это ужасно знаете почему когда ты стучишься в дверь и говоришь как правильно тебя не слышат потому что нет опыта в этом потому что еще недостаточно ты осознал и себя и окружающий мир чтобы понять что буллить это плохо что издеваться над другими людьми и давать какую-то реакцию это плохо опять-таки же что мне говорят я там например говорю почему вы там к нему пристаёте а он почему а почему он спрашиваешь его а почему они это порочный круг негатив рождает негатив позитив рождает позитив он никогда не закончится ребят вы должны понимать я вам сейчас не буду здесь понимаете расписывать все божьи заповеди но я буду обеими руками голосовать за то что когда у моего класса будет орк эссе чтобы мы взяли православие я преподаю его уже полгода и это очень хороший материал который открывает правду не на что-то божественное она элементарные людские взаимоотношения этика конечно на тоже этим занимается там тоже материала вот так но все таки в людях вот понимаете должна быть человечность а детки они пока к этому не пришли и когда ты вот я не знаю я вот стучусь 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 и я понимаю что ну вот как бы я уже все слова которые я могла сказать я уже сказала все действия которые я могла сделать я уже сделала здесь либо здесь два варианта либо ты наблюдаешь до тех пор пока как-то до их взросления до их осознанности до осознания либо же ты я не знаю продолжаешь постоянно но я и так постоянно продолжать я не могу наблюдать я постоянно постоянно в разговорах мы постоянно в разговорах это так страшно и так жутко мне сегодня так хотелось выйти из класса мне так было неприятно находиться потому что мы разговариваем мы разбираем звучит какое-то понимаете там смешное слово или звучит какая-то ситуация в которой ребенок оказался и например самые умные у нас начинают хихикать ну то есть но это же не нормально мы же разбираем серьезную ситуацию с люди маленькие люди они даже не видят в этом проблемы типа если смешно я посмеюсь вот оно отсутствие тумблера и мне так неприятно находиться и было сегодня здесь не знаю я конечно это переборола но я не таких детей воспитывала я не я с третьего класса я их этому не учила у нас каждый день каждый день только лишь не обзывайте не трогайте друг друга мир прекрасен мы должны любить друг друга мы должны обращаться друг с другом как со своими там я не знаю родственниками неважно обидел он тебя не обидел неважно порочный круг никогда не прервется добро порождает добро зло порождает зло и если ты будешь постоянно отдавать реакцию негативную на твои оскорбления конечно может кто-то называет тебя у там терпишь да там по понятиям те распишут что ты там то-то то-то да ты по-человечески зато будешь себя вести но вот я сегодня даже детям своим объяснял я грудь а чё он меня обзывает я грудь знаете сколько мне в комментариях пишут гадости у меня дети все знают что я занимаюсь ютубом и они несколько раз даже подходили можно мы с вами будем можно мы с вами но нам директор не разрешит никогда в жизнь даже если родители разрешат никогда в жизнь директор не разрешит но дети хотят хотят быть в теме но дети мы упираемся в рамки но так вот они все знают и я им сегодня говорила вы знаете сколько мне пишут гадости в комментариях и я что на каждой обижаюсь но я как пример да они же мне тут вы наша вторая мама мы вас любим но раз я пример я своим примером показ я говорю а знаете сколько коллег которые мне может быть тоже не нравятся но я хожу и всем улыбаюсь или например какие комментарии мне пишут я нет ну я не реагирую на них потому что меня бы не хватило если бы я на них реагировала почему вы позволяете себе так вредить самому себе простите за тавтологию и давать какую-то реакцию я говорю плюнь просто плюнь просто плюнь раз за три и уйди это задевает твое самолюбие какой бред это юношеский максимализм задевать твое самолюбие должно быть неуважение к самому себе понимаете как хотите нужно совершать подвиг ради самого себя это воспитывать в себе силу воли для того чтобы не отомстить между прочим а подвиг ради другого человека это попросить прощения у детей этого нет я не знаю сколько мы еще будем перевоспитываться я не знаю сколько мы еще будем говорить об этом но я буду говорить ровно столько сколько от меня потребуется потому что я считаю что это важно и если вы сейчас находитесь в такой сложной ситуации когда вас булят я сейчас заплачу ой потому что это очень страшно это правда очень страшно особенно когда ты наблюдаешь за этим и делаешь все для того чтобы этого не было ты не можешь ничем помочь ни родителям ни детям которые во всем этом участвуют и если вы сейчас находитесь в этой ситуации пожалуйста не молчите всегда рядом есть люди которые готовы вам помочь это родители это социальные педагоги это классные руководители вы пожалуйста только не молчите и заставляйте обращать внимание на эту ситуацию потому что обидчики они должны нести какое-то последствие за то что они делают у каждого действия есть противодействие если ты хочешь залезть на парту залезь на парту но понеси за это ответственность все замечания в дневник я выкладывала сегодня в телеграм если вы не подписаны подписывайтесь обязательно ну то есть а если вы являетесь участником таких знаете людей скоплений людей группы которые самоутверждаются за счет одиноких необщительных не таких как все людей то я дико вам сочувствую искренне потому что обижают люди других людей не из-за счастливой жизни а из-за того что вы сами глубоко обижены и я надеюсь что вы когда-нибудь будете счастливы и будете дарить это счастье людям вокруг вас вот такая вот концовочка немножечко получилось печальная но она не печальная это просто это наша жизнь это просто наша жизнь она бывает и сладкой и горькой и соленой и какой только она не бывает на этом наверное мы закончим сегодняшнюю неделю она получилась может быть не такой информативной как прошлое но зато я думаю что все таки что у кого-то что-то отложится в голове не забывайте подписываться не забывайте ставить лайки не забывайте подписываться на телеграм-канал не забывайте оставлять комментарии обязательно делитесь своими историями какими-то которые вас волнуют обязательно высказывайтесь этот канал это место где вы всегда можете высказаться и вас никто не осудит потому что не суди да не судим будешь девиз моей жизни я вас безумно люблю и увидимся как увидимся пока